Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по перезапуску жизни. И в сегодняшнем видео я хочу объявить хорошую новость о том, что я вновь продолжаю снимать видео из машины, в которых буду давать и раскрывать небольшие, недлинные видео, недлинные темы, можно так сказать, хотя темы, наверное, являются вечными. В общем, будем говорить коротко и о главном. И сегодня я хочу начать с ключевой темы о том, каким образом подтолкнуть себя к изменениям в своей жизни. Вот когда ты живешь и понимаешь, что да, вроде бы все у тебя и неплохо, да, можно сравнить себя с кем-то, и у кого-то, конечно же, будет еще хуже. Но тем не менее, если задать себе честный вопрос, а хотела бы я, чтобы моя жизнь поменялась, хотела бы я, чтобы у меня были лучшие отношения или вообще, возможно, появились нормальные отношения, хотела бы я, чтобы у меня появились силы, энергия, любимое дело, хотела бы я больше зарабатывать, вообще, хотела бы я иметь финансовую независимость, не то чтобы от кого-то, а просто возможность жить так, как мне нравится, покупать себе то, что я хочу, не думать о том, что я с кем-то связана финансами. И я уверена, что у многих из вас, конечно же, ответ будет да, я действительно этого хочу. Так как же себе помочь, как сдвинуться? Первое правило звучит следующим образом. Делая постоянно одни и те же действия, мы не можем получить другой результат. Если вы утром берете творог и яйца, вы не сможете сделать из этого колбасу. Глупо надеяться каждое утро, что сегодня что-то поменяется, и сегодня творог и яйца, возможно, превратятся в сыр соленый или, возможно, превратятся в какую-то другую сдобу. Нет. Ну, максимум это будет творог с яйцами, сырники, что-то вроде этого. Но это не превратится в окорок или во что-то другое. То же самое и в нашей жизни. Обычно мы с вами живем и делаем каждый день одни и те же действия, плюс-минус. Мы находимся в одних и тех же отношениях и реагируем на них одинаково. Мы ходим на работу или совершаем какие-то действия в своем, возможно, маленьком бизнесе, но, как правило, ни на какие радикальные изменения или какие-то новинки в своих действиях. Мы не приспособлены к этому. Мы пытаемся что-то незначительно улучшить, где-то как-то посмотреть на это по-другому, изменить свое настроение, как говорится, мыслить позитивно, но ничего при этом глобально не меняется. И первое, что вы должны осознать и к чему вы должны быть готовы, это к тому, что вам необходимо будет изменить свои действия, ну, не могу сказать, что радикальным способом, но тем не менее, вам необходимо начать делать что-то другое. Что это может быть? Сейчас я даже говорю не столько о физических изменениях, сколько, например, о ваших привычках, потому что привычки – это то, что создают человека. И как минимум привычки общаться на негативные темы, общаться на темы, которые вас никаким образом не наполняют и не дают никакой интересной пищи для вашего мозга. Это как поедание, например, чипса, да? Вы вроде бы их едите, это можно назвать едой, но сказать о том, что это каким-то образом помогает вашему телу быть лучше или чувствовать себя лучше, вы точно сказать не можете, хотя вроде бы это как пища. Поэтому первым делом нам необходимо создать для себя классные полезные привычки. Одна из таких привычек является фильтровать ту информацию, которой вы позволяете проникать в свою голову. Я называю эту технику мясорубкой. Когда мы с вами внимательно смотрим и понимаем, что то, что мы положим в нашу голову, то в результате мы получим в виде отражения нашей реальности. И вы должны понимать, что когда вы обсуждаете проблемы, когда вы говорите о том, как вам тяжело, когда вы общаетесь с людьми, у которых еще хуже, чем у вас, или которые все время сосредоточены на решении неразрешенных вечных проблем, это как, знаете, вот постоянное обсуждение новостей, что плохого происходит. Эта информация является для вас, вы на ней не построите ничего хорошего. И когда вы бесконечно вот это вот все гоняете по кругу, это никак не скажется на вашей жизни. Например, когда вы начинаете обучаться и смотрите такие видео, как мои, и обсуждаете их с друзьями, у вас начинают появляться более рациональные мысли. Вы начинаете думать, а что бы я хорошего и интересно мог сделать? Вы начинаете размышлять, что я чувствую, о чем я думаю, какие я могу, например, после сегодняшнего видео вы можете взять ручку и написать, какие полезные привычки я бы мог внедрить, которые помогли мне пригодиться. Например, вечером смотреть не сериал или какие-то новости, а посмотреть одно видео и законспектировать его там Оле Ермиловой или человека, который меня вдохновляет и который мне нравится. Ту информацию, на почве которой у меня возникнут какие-то интересные мысли о том, как улучшить свои навыки профессиональные, например, научиться чему-то еще, о том, как построить свой бизнес, если я об этом думаю, о том, как улучшить свое здоровье, если у меня есть в этом проблема. Не важно по какому аспекту, но аспект, который будет кирпичиком, который будет меня строить. Это такой вот вам первый совет. Что еще может быть? Какие еще могут быть привычки? Конечно, это могут быть привычки, которые будут касаться и вашего внешнего вида. Привычки не втягиваться ни в какие перепалки. Привычки внимательно наблюдать и смотреть, как вы, например, что вы чувствуете в течение дня, о чем вы думаете, чем наполнены ваши мысли. Это тоже очень классная привычка, когда ты осознаешь, что какое-то время ты прокрастинируешь, когда ты смотришь какую-то ленту. Вы должны осознавать, что наша жизнь есть отражением наших мыслей. И для того, чтобы наша жизнь с вами могла поменяться, нам необходимо менять свои мысли. А для того, чтобы мы их поменяли, мы должны как минимум научиться отслеживать. И вот этот момент тоже классный. Одно из упражнений, это когда вы у себя в телеграм-канале создаете чат, который вы можете назвать как угодно. У меня он называется, например, рефлексия. Когда я в течение дня просто беру и пишу, что я чувствую в этот момент, что я проживаю, о чем я сейчас думаю. Таким образом, я начинаю лучше себя понимать, лучше понимаю, что вообще живет в моей голове. Потому что, если вы посмотрите в течение недели или месяца свои записи, вам станет очень понятно, что почему ваша опять-таки жизнь выглядит так. Но как сделать еще какие-то шаги? Для того, чтобы мы с вами, например, отправились куда-то, сидя дома, мы думаем, не отправиться ли мне куда? Нам очень важно понимать, а куда мы хотим двигаться. Поэтому попробуйте взять себе, опять-таки, тот же блокнотик, ручку и написать хотя бы пять пунктов того, что бы вы хотели поменять. Но для этого вам нужно быть предельно честным. Для этого нужно, насколько это возможно, на данный момент честно ответить себе на вопрос. А что сейчас в моей жизни меня не устраивает? И ответить не с позиции такой, знаете, ой, да все у меня хорошо, да все нормально, нет. Вот честно ответить себе на вопрос, что бы я хотела сейчас реально поменять? Что это? Когда у нас происходят сложные периоды в жизни, расставания, какие-то, не дай бог, болезни, какие-то изменения, которые происходят не по нашей собственной воле, то есть нам кажется, что это мы их не выбирали, это с нами случилось, нас бросили, нас уволили, начались какие-то катаклизмы, которые заставили нас куда-то переехать или что-то сделать, вот когда это дело происходит, тогда у нас, как правило, начинается самый благодарный период для роста. Потому что именно такие нестабильные ситуации, когда мы теряем ту самую почву из-под ног, они и заставляют нас более бесстрашно посмотреть на свою жизнь, потому что, как говорится, нас уже выбросили из вагончика, у нас уже нет выбора, мы уже не можем за него держаться. Хотя многие и пытаются вернуться в то, где им было плохо, отчаянно сопротивляясь изменениям. Для нас настолько страшны изменения, что мы стараемся изо всех сил, когда происходит что-то, что, казалось бы, вроде бы мы об этом и просили, мы стараемся за это держаться. Но когда это все-таки произошло, нас уволили, произошло что-то с отношениями, не знаю, развелись, расстались, бросили, вот тогда и начинается самое интересное. Потому что сейчас нам не за что держаться, и сейчас мы находимся в таком состоянии свободного полета, когда менять жизнь, вот самое благодарное время. Потому что, по сути, уже нету такого момента, что она не изменится. Она в любом случае изменится, и вы, как человек в падающем самолете, можете взять штурвал в свои руки и направить его, либо сидеть и наблюдать за тем, как вы уходите в крутое пике и врезаетесь. В общем-то, я могу еще дать вам очень много классной, полезной информации на эту тему, но я решила делать эти видео пока что не длинными, поэтому оставляйте, пожалуйста, свои вопросы, комментарии, на какие темы вам бы хотелось еще посмотреть видео, какие у вас есть вопросы. И я, исходя из этого, буду стараться подбирать для вас и раскрывать самые интересные темы. Конечно же, я напоминаю вам о том, что если в какой-то момент жизни вы поймете, что вы готовы к переменам, и вы бы хотели создать свою альтернативную реальность, научиться с помощью управления своими мыслями, создавать ту жизнь, которую вы хотите. Я являюсь автором программы, которая называется «Рерайтер жизни», в которой мы в течение месяца пишем книгу своей жизни, в которой мы учимся понимать взаимосвязь между своими мыслями и той реальностью, которую мы имеем. Она запускается каждый месяц, первого числа, и я всегда вас рада буду в ней видеть. А пока что со всеми прощаюсь. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, оставьте комментарий, поставьте мне лайк, конечно же, сердечко, ну и до скорой встречи в новых видео.